Здоровье Результаты не заставили себя ждать Во многом благодаря принимаемым мерам Сегодня столица региона Самый быстро растущий город на Дальнем Востоке Его население уже достигло Порядка 380 тысяч человек За последние 10 лет Население Якутска увеличилось на 100 тысяч А с начала 21 века Почти вдвое При этом средний возраст его жителей Составляет около 35 лет Наряду с мерами по поддержке Рождаемости, материнства и детства Огромное внимание уделяется Развитию и модернизации здравоохранения Важно, чтобы рождение детей Было максимально безопасным и комфортным Врачи первые, кто встречает Новых людей в этом мире И насколько значительную роль играет их квалификация Настолько же важным является и место В 2018 году в Якутске Открылся перинатальный центр на 130 мест Площадь нового медучреждения Составила более 30 тысяч квадратных метров Каждый этаж разделен на 4 цветовых сектора Которые условно можно разделить на 4 времени года Нежно-голубой зима Насыщенно-зеленый лето Осень в желтых оттенках И весна в нежно-зеленом Здесь используются современные медицинские технологии В центре проводятся консультации Лечение и реабилитация беременных и родивших женщин А также новорожденных детей В перинатальном центре Также открылся первый на Дальнем Востоке Индивидуальный банк грудного молока Специальная структура создана Чтобы собирать и хранить грудное молоко А в дальнейшем обеспечивать им недоношенных детей Говоря о безопасности и комфорте Важно упомянуть, что в новом перинатальном центре В каждой послеродовой палате имеется удобный пеленальный столик Весы для малыша Кровать, которая принимает различные удобные положения Подставка для ног, необходимая во время кормления Я приехала из города Нерингри В перинатальный центр города Якутска Была угроза для моего малыша и для меня Я очень рада, что я здесь родила Здорового ребенка Благодарю весь коллектив родового отделения Желаем процветания Радостных новостей постоянно Побольше мамочки Чтобы приходили Здоровых малышей рожали Ну и всего-всего самого наилучшего В отделении Катамны За предназначенного для оказания Высококвалифицированной специализированной медицинской помощи Глубоко недоношенным детям Наблюдают за развитием и здоровьем Самых маленьких новорожденных В специальных инкубаторах Могут выхаживать даже пятимесячных младенцев Имеющих экстремально низкую массу тела В 2022 году в Якутске начал работу Крупнейший на Дальнем Востоке кардиоцентр С высокотехнологичным оборудованием И современными возможностями лечения Сердечно-сосудистых заболеваний Это один из самых современных кардиоцентров Не только на Дальнем Востоке, но и в России Общая площадь восьмиэтажного кардиоцентра Составляет около 15 тысяч квадратных метров Здание рассчитано на 150 общих коек И 25 реанимационных Не только стены и оборудование Но и полностью готовые бригады хирургов Работающие на открытом сердце Выполняющие фактически полный объем вмешательств Здесь подготовлены специалисты Для круглосуточной работы В том числе и рентгеноперационных Нейрохирургические бригады Которые принимать будут на себя самых тяжелых пациентов Из региона И при необходимости плановых пациентов Из соседних регионов Сюда поступают пациенты с инфарктом миокарда А также с инсультами и нарушениями Мозгового кровообращения Появление центра позволит снизить смертность От болезней системы кровообращения В Якутии до 279 человек На 100 тысяч жителей К 2024 году Все кардиохирургические операции Уже выполняем Но еще будем завоевывать новые вершины Новый виток развития современной кардиохирургии Мы готовы покорять эти вершины По всем направлениям Переводительные пороки, враждебные пороки И членская болезнь сердца Нарушение рентгенции сердца Все охвачено у нас Уже в этом году По плану завершится строительство Первой пусковой очереди онкологического центра Онкологический диспансер Сможет принимать до 50 тысяч пациентов в год В новом здании разместится Поликлиника на 210 посещений в смену Операционные и палаты интенсивной терапии А также стационар на 180 коек Здание онкоклинического центра Общей площадью порядка 26 тысяч квадратных метров Будет состоять из четырех блоков В котором будут размещаться Стационарные отделения хирургического профиля Химиотерапевтическое и диагностическое отделение Отделение лучевой диагностики Четко мы начали очень хорошо отрабатывать По командировкам в Национальные институты онкологии Нашей Российской Федерации Более того, при поддержке именно Сан-Сергеевича Николаева Мы ездили американский Вот, например, институт М.Д. Андерсон Онкология, большущий центр Мы там проходили стажировку Тут же мы выезжали в Японию Национальный институт рака Там стажировка была по именно лапароскопической хирургии Эту методику мы освоили и внедрили у нас в онкодиспансере Новый онкод-центр будет обеспечен парком диагностического оборудования экспертного класса В том числе такой тяжелой техникой, как компьютерный томограф и МРТ Для выполнения всех видов диагностики злокачественных новообразований На самом современном уровне с высокой точностью Важнейшими показателями в жизни любого города являются демографические показатели Это количество роста населения, уровень рождаемости и средний возраст продолжительности жизни Благодаря объявленному десятилетию здоровья в 2021 году нашим главой Ассеном Сергеевичем Николаевым Мы видим, что по уровню рождаемости город Якутск растет По уровню продолжительности жизни люди начали жить дольше И это, безусловно, нас радует Все это возможно благодаря реализации масштабнейших проектов в здравоохранении Также до конца этого года планируется завершение строительства поликлиники городской больницы номер 2 На 600 посещений в смену в Гагаринском округе города Согласно указу Ильдархана Айсена Николаева о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья И развития системы здравоохранения Запланировано строительство Республиканской клинической инфекционной больницы на 245 мест И отделение скорой медицинской помощи при Республиканской больнице номер 2 Центр экстренной медицинской помощи А также реконструкция Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины Параллельно строительству новых объектов в сфере здравоохранения идет масштабное перевооружение Модернизация первичного звена, оснащение и обновление материально-технической базы медучреждений Все эти меры закономерно способствуют повышению качества обслуживания И как итог служат главной цели – сохранению здоровья жителей Якутии Которая определяется не только образом жизни, качеством окружающей среды, но и доступностью здравоохранения КОНЕЦ